здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на сегодняшней встрече 10 февраля 2021 года такое новое потрясающее время время изменений время трансформации как у всей планеты у всего живого так и каждого человека внутри него очень рад видеть такое количество при том что сейчас по москве 12 часов эрнест гульмира алмаз канебек лариса марина роза здравствуйте очень рад вас видеть спасибо что присоединились сегодня будут только слайды постараюсь сделать только такой частью ну и постараюсь на них не задерживаться посмотрим что из этого получится потому что вчера эта презентация получилась аж на полтора часа но она действительно мне понравилась потому что у меня получилось донести до людей очень множество деталей и фактов которые они смогут использовать в своей жизни начнем и для начала представимся меня зовут артем курбанов я 30 летний парень из города даугвпилс из латвии который всю жизнь хотел делать мир лучше делал его возможными способами лучше и расширялся и со временем узнал о том что существуют проекты которые создают обычные люди объединяясь между друг другом через страны и континенты с помощью интернета и в данный момент одна из сфер подобных называется краудфандинг и краудинвестинг народное финансирование то есть люди без ничего без например средств но имея идею могут найти единомышленников и создать свое предприятие фирму или даже корпорацию которая будет нести пользу или производить какую-то полезную услугу либо товар для всего мира так вот четыре года назад где-то чуть больше я заинтересовался альтернативными видами доходов и начал думать а как еще кроме работы с понедельника по пятницу я могу делать мир лучше и для меня дамы и господа открылся целый мир потому что таких подобных проектов которые запускает сам народ без государств банк и корпорации тысячи тысячи в год и это действительно огромная огромная сфера так вот сегодня я расскажу вам об одном из этих проектов я изучил очень много проектов и выбрал самый лучший потому что он действительно самый актуальный и самый необходимый сейчас всему человечеству а еще несет такое количество пользы вау поэтому с 2016 года я стал так скажем поддерживать данную компанию в 2017 понял что надо серьезнее это делать потому что это один из важнейших проектов в истории человечества а в 2018 по изучав еще побольше я прям целенаправленно начал двигаться в сторону юницкого и этой компании потому что это действительно один из самых полезнейших проектов за все время а для того чтобы сэкономить ваше время чтобы вы подумали и поняли стоит ли вам сейчас находиться здесь или заняться чем-то другим ответьте себе на вопрос хотя бы один из этих пунктов из этих побуждающих факторов вам нравится вам откликается если хотя бы даже один откликается или больше информация сегодня вам пойдет точно на ура и вы сможете ее полезно использовать для своей жизни поэтому если вы ищете дополнительный доход финансовую независимость либо свободный бизнес собственный тогда вам сюда если вы ищете личный сны и рост по хотите помочь другим либо познакомиться с новыми интересными людьми с единомышленниками то тоже сегодняшняя информация вам будет полезна или если вы хотите уйти с нелюбимой работы либо думаете о своем потомстве о своем будущем и хотите оставить большое наследство для того чтобы у них было больше энергии ресурсов и времени для развития более быстрого и приятного либо вы думаете обо всей планете в целом а всех 12 миллионов живых видов одним из которым всего лишь является человек то это презентация это технология этот проект и люди которые его двигают и создают точно в ваших интересах в интересах вашей жизни а мы поехали так одну секундочку вот так вот и вот так наш мир наша планета и это наши города здесь отмечены только города достаточно большие но посмотрите какая европа китай япония индия часть америки которая торговая большая часть вот так она и развивалась оттуда и пришло это наши города которые которые мы собирались посредством того насколько у нас хороший был транспорт чем скорее становился транспорт чем быстрее он становился тем больше было логично расширять города потому что с большей скоростью можно было добраться с одного края на другой от этого зависело эффективный город или нет по своим масштабам а дальше транспорты например портовые зоны это все порты которые у нас есть это порты которые в большинстве доставляют нам межконтинентальные товары потому что большинство того чего мы сейчас чем мы пользуемся доставляется с абсолютно разных уголков планеты и с одной стороны они нам помогают но с при том что нас 8 миллиардов и такое количество потребления порты тоже сильно простаивают и имеют негативные последствия перестают справляться если подвести итог есть также аэропорты одна из частей которая сильно вошла в нашу жизнь есть такой сайт flight radar 24 вы там можете посмотреть на планете где какой самолет летает прямо сейчас то есть можете узнать летит ли ваш самолет к вам на который вы хотите на посадку либо когда летают ваши друзья вы можете проследить где они летают так вот весь мир когда смотришь в самолетах хотя он и безопасный потому как его проверяют но как много топлива ресурсов планеты как много кислорода сжигает такой полет и как же много времени мы тратим на передвижение на терминалы на сдачу багажа то есть логистика это скорость полета высокая но все что на него наложилось все равно тормозит нас железная дорога одной внутренней артерии наших транспортных путей одна из частей да она была очень эффективна и очень помогала когда только начинали строить дорогу лопатами и кирками строили по 30 километров дороги в день представьте что можно делать сейчас новейшими технологиями как быстро можно расстраиваться особенно если учесть забегая вперед что та технология о которой мы сегодня говорим из одного километра железной дороги можно почти десяток километров построить инновационные более полезной дороги так вот эти железные дороги они помогают нам но средняя скорость с учетом погрузки и разгрузки 15 километров в час и за это время удлиненное мы доплачиваем за наши товары чем дольше наставляется тем больше она простаивает чем больше она где-то лежит или ждет свои отгрузки перебазировки куда-то с железной дороги на авто транспорт и как раз мы подошли к авто транспорт посмотрите на эти вены на эти артерии нашей земли которым перерезана вся наша земля более пяти площадей великобритании закатана под асфальт и это площадь мертва она не производит ни кислорода она не производит никаких плодов ни зелени то есть ничего чем мог бы пользоваться тем не менее она эта дорога делает с одной стороны болото с другой стороны засуху перерезает пути миграции животных и как часто и много ресурсов необходимо чтобы починить ее потому что эксплуатационные расходы на авто дороги на железные дороги очень высокие иногда такое ощущение глядя например по моему городу что дороги делают специально плохо чтобы можно было их потом скорее снова поставить на ремонт я понимаю что транспортная инфраструктура транспортная отрасль это одна из самых крупных отраслей в мире которая и самая коррумпированная потому что имеет самые большие доходы передвижение грузов и пассажиров и сейчас в 21 веке с учетом наших городов мы имеем огромные проблемы с этим передвижением наши города наши города в которых мы живем то что мы туда съезжаемся там рождаемся происходит эта урбанизация зависит от того что нам быстрее хочется делать дела успевать быстрее тратить меньше времени на перемещение то есть нам не хватает скорости чтобы жить где-то за городом там где чисто вкусно свежо земля близко к природе а работать в техногенной сфере в городе там где все можно сделать быстро лишь только мы изменим скорость нашего транспорта и уже пойдут большие поправки наши города сейчас выглядит вот так к сожалению это не похоже на место для жизни людей похоже на какую-то микросхему сверху но никак не связано с биологией с биосферой не телень конечно есть но она не дает того количества очистки и того количества кислорода чтобы проживать такому количеству людей на планете и если двигаться существующей логике строения городов дорог то в скором времени как в некоторых странах уже по миру будут стоять боксы коробки так скажем как банкоматы только с чистым воздухом с кислородом мы конечно видим культуру что могут строиться дороги и города так но это абсолютно новые со старта которые 20 лет 30 40 50 могут быть с какой-то более разумной логистикой с учетом существующих городов и существующих транспортов на данный момент признанных но чаще всего это будет выглядеть вот так потому что города уже построены и их необходимо модернизировать потому что снести перестроить как нужно по-новому это очень дорого много где мы имеем проблемы с транспортом потому что это одна из важнейших условий деталек который дает человечеству расти как в городах так и в городах смысле совместно социумом так и лично каждому посмотрите тот транспорт который дал нам огромное развитие был очень эффективен железнодорожный транспорт портовый автотранспорт они перестали быть эффективными они стали вредны от того что перестали справляться а все лишь от того что нас уже 8 миллиардов практически и мы как человечество продолжим расти то есть нам необходимо какие-то изменения которые смогут поменять вот подобные ситуации с огромной потери времени и здоровья находясь такой-то пробки которые в 40 полос идет на сужение нам необходимо найти способы как изменить транспортные отрасли чтобы она была эффективна безопасно очень быстро могла легко доставлять между городами и странами легко строилась легко интегрировалась в любое место строилась любой температуре занимала мало земли занимала мало ресурсов планеты и стоило недорого как по строительству так и по эксплуатации но вы наверное подумали вот ты накидал все вместе прям все 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 полезные качества и все вместе а это неспроста потому что я характеризовал транспорт транспортные системы о которых вы сегодня услышите потому что гениальный ученый посмотрев еще несколько поколений назад на то что происходит с нашим транспортом с развитием городов с развитием нашей планеты техногенной сферы и что происходит с биосферой совместил вместе и представил какой должен быть транспорт и потому что я сейчас назвал начал свои разработки тестирования и усовершенствования и на сегодняшний день мы имеем самую уникальную актуальную и полезную транспортную отрасль в истории на данный момент и вы в этом убедитесь я показываю предыдущие и этих фото о наших городах чтобы вы осознавали проблему она действительно есть самое главное мы с автотранспортом и железной дорогой находимся на одном уровне на том же уровне находится флора фауна и человек а здесь такой человеческий фактор высокий так много опасности и мы съезжаемся продолжаем съезжаться в города потому что в большинстве люди хотят больше эффективности не задумываясь о том чем они будут питаться и как же все-таки много придется платить за квадратный метр в городе маленькой квартирки хотя если было бы быстрый был 3 быстрый транспорт можно было жить слегка за городом и иметь в два в три раза больше места со свежим воздухом и собственной землей то есть задуматься потому что урбанизация сгоняет нас в города которые действительно становятся техно не био а мы био нам нужны био вибрации мы в техногенных вибрациях каждая наша клеточка начинает болеть и погибать почему нас иногда так тянет к озеру к морю выйти в лес увидеть каких-то животных либо потрогать обняться с другим человеком мы своими вибрациями друг друга поправляем улучшаем мы био и часть биосферы то что вы видите сейчас на экране не совсем похоже на био правда стоит ли для того чтобы успевать все быстрее жить вместе непригодным для жизни или что-то необходимо менять радостная новость что каждый человек сейчас может это поменять и у каждого человека все больше аргументов для того чтобы поучаствовать в этом потому что города начинают строиться не для людей для машин они строятся и выносят пешеходов в куда угодно под землю над землей над домами но сам город который был предназначен и людей перестает быть удобным для пешеходов удобным для людей а у просто становится удобным для машин например как здесь город не может взять и и расширить дорогу потому что там уже стоят дома единственное что ему приходится делать для того чтобы увеличить поток строить еще одну дорогу на высоте четыре этажей от первой четырех этажей от 1 вы представьте эти люди на первых четырех этажах больше никогда не увидит прямого света но они ничего не могут с этим сделать потому что устаревшим существующими видами транспорта не решить тех потребность тех проблем и не удовлетворить тех потребностей которые сейчас есть у человечества а дороги мы видели везде и везде эти траншеи перерезают все как для людей так для животных так это что находятся под землю белая и красная змея лос-анджелеса я находился и сбоку видела и был в и в красной змеи и в белой это действительно часы пока ты направляешься в нужное место ты можешь отстоять в жаре в дыму несколько часов просто потому что выехал не в то время а выехать в лос-анджелесе не в то время можно почти в течение целого дня это мультимиллионе где 20 миллионов человек и 20 миллионов машин и это не самый большой город эти города невероятно страдают они несут огромную пользу для мира для своей страны для своего региона для людей но они очень сильно страдают из-за неэффективности транспорта и сейчас каждый человек может и влияет на то как это меняется может и влияет дамы и господа кто-то придумывает разные вариации как можно модернизировать уже существующие виды транспорта но это дорогостоящий неэффективно недолгосрочно ну и представьте как жить в доме под данной трассой скорее всего это неприятно и достаточно беспокойно либо такой вариант согласитесь существующими видами транспорта с учетом того что мы заселили огромную часть планеты и нас уже почти восемь миллиардов и мы продолжаем расти и будем расти необходимо абсолютно новая логистика новый вид транспорта который будет обладать иными характеристиками как минимум потому как его внедрять уже существующие города и какие возможности она дает в новых городах поговорим о логистике потому что это одна из важнейших вещей как можно сделать этот мир полезнее например объясню 200 человек в 177 машинах это наш первый уровень который вверх не расширяется по факту первый уровень и вот мы заполняем его как много места занимают эти 200 человек вместе с машинами и фотография рядом минимально место занимают сами пассажиры то есть полезную работу чтобы произвести пассажиры из точки а в точку б для него не так много пространства поэтому если изменить логистику например на 3 электроавтобусы которые сейчас есть в европе очень хорошо распространены я в таком катался в испании потрясающая работа экологически чисто достаточно быстро достаточно безопасно насколько это возможно поскольку он большой кто на танке там менее страшно какие-то дтп три автобуса могут вместить 200 человек и развести их по разумной логистике по городах только смотрите насколько быстро они поедут потому что они разгрузили они разгрузили трассы они разгрузили транспорт то есть не нету так много застойных машин нет так много парковочных машин которые меньше мешают движению и просмотреть так скажем окружающую среду но и тут можно улучшить один легкий поезд один легкий поезд который может вместить 200 человек и развести их из одной точки в другую но хотел бы заметить что это варианты для мультимиллионников например когда большие составы там где 200 тысяч пассажиров в час если не ошибаюсь да в час 200 250 тысяч то есть очень огромное количество людей все-таки в день я ошибся прошу прощения на сайте skyway capital есть несколько статей о том какая может быть логистика там представлен новый вид логистики который действительно решает большинство проблем это маленькие ну относительно маленькие 2 6 12 18 25 мест транспортные средства которые приезжают на вашу станцию по вашему заказу и заказу других людей в него садитесь только те люди которые заказали поехать именно на другую станцию не на промежуточные а именно на другую и вы без остановок именно с этой точки один раз разгоняясь и один раз только тормозя на большой скорости все время передвигаясь добираетесь до своего места то есть получается вы экономите огромное количество чуть ли не как частный транспорт очень прекрасно описаны новая логистика струнных транспортных систем но мы сможем с фантастически быстрой скоростью добираться в любое время без всяких остановок и затрат остановились разогна открыли двери закрыли разогнались поехали притормозили и по новой и по новой а тут можно будет сделать один раз ты сел и вышел в своем месте очень рекомендую изучить этот вопрос потому что ты понимаешь что а города могут то действовать по другому а транспорт это могут действовать по-другому тогда еще больше понимаешь насколько по характеристикам превосходят новые технологии и как же здорово что они уже на 14 из 15 этапов развития чтобы реализоваться по всей нашей планете разных странах разные проблемы где-то просто не могут позволить себе нормальный транспорт либо создать культуру транспортного передвижения потому что есть пространство и нет возможности строить там дорогу нет ни средств ни ресурсов не как бы времени она должна жить целая артерия также как и в некоторых странах просто не хватает транспорта и люди идут на все что угодно чтобы учиться работать передвигаться в другие места и даже своей безопасностью рискую своей жизни потому что это просто и необходимо им и даже такие страны с не самым лучшим экономическим положением смогут позволить себе новые виды транспорта новую транспортную отрасль полтора миллиона жизней в год забирает автотранспорт около 10 миллионов делает инвалидами это больше чем в других катастрофах на планете также грузовые порты мы видели как их много но они выглядят вот так и они простаивают простой рассказывали из береги простой одного такого огромного корабля баржи на одни сутки может стоить около миллиона долларов потери только потери а представьте сколько они там еще стоят разгружаются не самая разумная логистика перемещения и мы ждем этот товар частично мы платим за все эти простое скорости и так далее а потом и либо на автотранспорте не очень безопасно либо на железной дороге не очень эффективно 15 километров в час в среднем до нас доходит этот товар то есть из-за урбанизации и того что на мы увеличились транспорт перестает справляться и из-за этого так скажем увеличиваются проблемы в количестве и в качестве и мы платим дороже что за квадратный метр что за услугу в городе что за товар который до нас дойдет это можно поменять это нужно поменять и мы с вами дамы и господа имеем возможность это поменять поэтому первых две проблемы которые мы заглавим это перегрузка транспортных путей и отсутствие безопасности это две главных проблемы сейчас особенно отсутствие безопасности потому что мы на том же уровне флора фауна и человек не самое разумное в своем мире в своей комнате прокладывать опасную дорогу либо делать еще что-то опасное там где ты живешь человек строит дороги везде но планета имеет свое движение и заносят бархамами замораживает болотами стягивает закидывает снегом но человек неустанно двигается к своим целям не замечая что делает с окружающей средой что он делает с биосферой по факту совсем живым частью которого он находится но почему-то разделил себя в большинстве я не говорю про всех людей как минимум как минимум спасибо вам большое осознанные люди что вы сейчас находитесь здесь и интересуетесь этой информации для себя либо для того чтобы передать ее дальше людей необходимо пробудить дать им проснуться иначе у нас будет вот такое небо а мы же хотим голубое небо с белоснежными облачками чтобы проглядывалось солнце и все цвело и пахло так и будет но необходимо принимать кардинальные решения потому что просто пересесть на двигатели электродвигатели с двигателя внутреннего сгорания да мы будем заправлять заправлять электричеством но откуда мы взяли это электричество и экологическим способом ли она добыта либо также как и большинство более 9 из 10 частей это будет сгорание каких-то недор земли то есть мы что-то возьмем и уничтожим для получения энергии ведь биосфера она из живого создает живое а техногенная сфера она либо из живого создает мертвое в переработке давая энергию какую-то пользу либо из мертвого создает мертвого то есть отрожественная такая смерть и если таким способом действовать то мы не решим по факту маленькие какие-то изменения чистки по сравнению с тем как двигается индустрия и развитие техногенной сферы и вредоносное влияние мы находимся в середине комнаты с одной стороны атомная электростанция отравляет наш воздух и землю с другой стороны автомобили забирают миллионы жизнь год и миллионы делает инвалидами с третьей стороны наши заводы и производства которые невероятно много выпускают дряни в атмосферу и еще огромное количество ресурса остается ненужного который тоже куда-то скидывал а мы в центре этой комнате пытаемся выжить замкнутой комнаты наша биосфера на поверхности земли до ближнего космоса там живет все живое и техногенная сфера и биосфера при таком развитии не может находиться в одной сфере в одной части потому что техногенная сфера она нас развивает очень сильно и это связано и с деньгами с эгоизмом с материальностью ее будут развивать если мы не не уберем вредоносные техногенные техно вредоносные технологии то они нас будут сжирать все живое рядом с живым био населением может быть только экологические технологии которые не будут ухудшать состояние окружающей среды и мы можем это сделать и мы делаем загрязнение окружающей среды является третьей большой проблемой которую тоже можно решить можно решить которая решается и самое главное уже этих три проблемы можно решить технологии которые я вам сегодня рассказывал потому что данная технология работает на чистый на возобновляемых источниках энергии в большей степени это солнце это ветер и это геотермальная энергия огромная экономия будет создаваться одна из вещей экономия то есть можно где-то так скажем меньше использовать и сохранять какие-то части например аэродинамика ведь чтобы переместиться из точки а в точку б нам необходимо преодолеть какой-то путь и главное где мы будем тратить энергию главное что необходимо на передвижение это сопротивление и разрушение окружающей среды то есть сталкивание с воздухом и трение о землю но если вкратце и анатолий эдуардович низкий гениальный ученый который разрабатывал эту и множество других технологий он изобрел способ как сделать минимальные затраты на разгон и на торможение на передвижение то есть он представил и создал какой должен быть транспорт чтобы он с минимальными затратами выполнял максимально полезной работы так вот что он придумал посмотрите пожалуйста на эту фотографию на точно эту картинку снизу автомобиль который в среднем при скорости 60 километров в час тратит 30 процентов энергии которые выдают двигатель на сопротивление окружающей среде на сопротивление воздуху большей степени если мы повышаем скорость до 300 километров в час то 90 процентов всей энергии будет уходить на сопротивление окружающей среде представьте как много и только 10 процентов на само передвижение юницкий взял это рассмотрел и сделал гениальные изобретения и гениальные выводы и модернизации какой должен быть транспорт снизу но машины она встречается с воздухом это и тормозит раз снизу машины под днищем из-за сплошного полотна дороги создается экранный эффект который тоже притормаживает нас на что теряется какая-то часть энергии а позади остается воздушная яма так называемая турбулентность которая эта воздушная яма втягивает там где мы а только что были и переместились оттуда втягивает воздух с этой стороны а машину тянет чуть назад и так происходит все время возможно вы когда-то видели как велосипедисты едут за огромными грузовиками не крутя педали так вот их воздухом просто воздушной ямой подсас засасывает так что они могут спокойно так скажем их в спину поддувает потому что воздух старается догнать трак ну грузовик что предпринял юницкий во-первых он поднял транспорт на второй уровень кроме того что можно где угодно строить так еще и воздух с разных сторон будет обходить он там нету сплошного полотна то есть отдельно два рельса значит нет экранного эффекта и эту затрату мы тоже убираем то есть еще экономим спереди идеальная форма которая разрезает воздух и с помощью этого мы не сталкиваемся с ним а разрезаем то есть проходим сквозь как горячий нож сквозь масло и опять не тратим энергии экономим и в конце такой же самый нос дает не создаваться турбулентности не создает воздушную яму что не затягивает транспортное средство а воздух обтекая уходит это все было проверено есть интересные видео как в аэротрубе продувают данное транспортное средство юни лед который мы представляли в 2018 в берлине скорость 500 километров в час с помощью всех этих инноваций и виды изменений анатолий едуардович создал транспортное средство с наилучшим коэффициентом аэродинамического сопротивления cx равно 0,065 это в 16 с половиной раз лучше чем у bugatti vero одной из самых быстрых гоночных машин на планете спортивных спорткар то есть расход уменьшается фантастически чтобы не быть голословным вот расчет 14 человек такой большой микроавтобус преодолевает 100 километров со скоростью 100 километров в час и затрачивает чуть больше полтора литра топлива в электричестве эквивалентом топлива фанта фантастика да и родам и господа те кто водители понимают что это вау при том что мы эту энергию будем брать из солнца ветра и геотермальной энергии постоянно возобновляем и насколько дешевле стоит перемещение тем более с такой безопасностью картинка справа 500 километров в час шесть пассажиров а не 5 как в машине два огромных багажа для два огромных отделения для багажа стоимостью данное транспортное средство будет как джип так говорили на инотрансе в 2018 так вот чтобы этому транспорту с большей вместительностью с большей скоростью в пять раз с фантастической безопасностью более чем в две тысячи раз безопаснее чем автотранспорт первого уровня преодолевает 100 километров со скоростью 500 километров в час затрачивая всего пять с половиной литров топлива дамы и господа пять с половиной литров топлива на 100 километров хорошо но не на 5 на 6 человек больше груза и скорость 500 километров в час точка анатолий эдуардович юницкий действительно гений который за десятилетия доработал данную технологию что это лучшее что могли придумать в транспортной сфере не это четвертая проблема которую можно решить и которая решаем большой расход энергии можно просто его уменьшить люди много делали модернизации в транспорта вот у этих двух фотографий у дорогах на этих двух фотографиях разница в строительстве 150 лет но посмотрите сильно ничего не изменилось такие же тяжеленные составы такая же тяжелая дорога такие же массивные опоры и такой же затрат такая же скорость и такие же затраты эффективность сильно не превысилась не увеличилась 150 лет есть и другие варианты например такие если не ошибаюсь это германия да но нет она освобождает нам немножко место но сколько это стоит это все равно дорогостоящие они тяжелые и не особо безопасные имеют маленькую скорость то есть неэффективно неэффективно с помощью прошлых старых видов транспорта устраивать подобное либо например япония по факту этот трамвай с колесами на крыше потому что он такой же тяжелый аэродинамика слабая землеотвод достаточно большой потому что это опасно все тяжелое там нельзя ничего строить единственное что кислород хотя бы будет давать и такие же тяжелые сваи и сам путь то есть затраты огромные в том что это инновация к сожалению согласиться нельзя потому что это небольшие изменения так как в пояс поставить вай-фай новые кресла как было в большинстве на инотрансе это люди называют инновацией хотя это просто маленькая модернизация которая целиком сильно ничего не изменит если мы рассмотрим путь и чтобы добраться из точки а в точку б как нам сделать эту дорогу во первых у нас есть ландшафт флора фауна и человек которую необходимо будет снести и сравнять выкопать пережать уничтожить для того чтобы была прямая дорога потому что это необходимо потом в 10 слоев по технологии необходимо выложить ее шаг за шагом чтобы она долго служила в добросовестном исполнении и только потом по этой абсолютно прямой дороге которая стоит очень дорого и заняло огромное количество ресурсов планеты и времени человека может можно пустить транспорт это тот вид транспорта под который строилась эта дорога то есть эффективность не очень большая вот так это выглядит в реальность просто представьте дамы и господа как много ресурсов средств времени человека необходимо чтобы такому экскалатору выкопать километр такой дороги и правильно ее так скажем устаканить либо в горе пробить разрушить и вычистить положить железнодорожный путь это фантастические затраты 30 40 50 60 миллионов за один километр такое расточительство с учетом всего больше перечисленного вы увидели что данные транспортные структуры которые сейчас есть как бы они не обновлялись какие бы решения принимались они не удовлетворяют потребности человека поэтому мы создаем транспортоинфраструктурную отрасль по потенциалу не уступающую таким отраслям как авиационная железнодорожная и автодорожная это слова генерального конструктора зао струнной технологии uni sky string technology потому что новая транспортная отрасль действительно превышает по характеристикам все предыдущие это наше будущее которое в данный момент в проекте мы находимся на 14 из 15 этапов если вам кажется слишком важность большую преподают смотрите дальше и вы согласитесь с тем что это уникальный проект уникальная технология которая изменит ход истории человечества данный транспорт уже железе уже едет уже испытывается и демонстрируется уже проходит сертификации уже катает людей уже представляется на международных выставках и уже работает с адресными проектами как минимум с первыми адресными проектами которые находятся уже на разных стадиях развития и я больше всего говорю про объединенные арабские эмираты и тропическая часть потому что там огромные успехи и люди которые не в зависимости ни от чего нет скептицизма нет цены хотят видеть лучше для своих государств для своих городов и для своих граждан поэтому у нас фантастические партнеры уже на данный момент с помощью новой транспортной технологии мы сможем изменить вообще понятие слова безопасности потому что наши все транспортные пути будут идти над землей над необходимой высотой на землю 15 метров если необходимо это будет огромный стол в 150 метров на котором могут быть разнопутные дороги мы освободим все пространство первого уровня для флоры фауны человека просто задумайтесь об одной мысли вы идете по своему любимому городу с детьми и вам не нужно следить что ребенок выбежит на дорогу потому что опасности этой больше нет вам не нужно смотреть направо и налево чтобы увидеть едет там кто-то или нет нету транспорта первого уровня он принял весь первый уровень принадлежит живому и находится в безопасности это особенно для родителей достаточно много значит также сразу хотел успокоить есть противосходная система где бы не находился наш транспорт он не упадет ни при каких обстоятельствах не приняли землетрясение не пройдет при теракте если снесут промежуточную опору путь останется крепким транспорт доедет до места и даже если одно из мотор колес или несколько мотор колес электрические мотор колеса остановятся либо и будут иметь какие-то повреждения даже одно колесо сможет доставить транспорт до места замены либо ремонта либо другое транспортное средство может без проблем его отбуксировать также невозможны столкновения потому что идут идя по одной траектории они связаны между собой и держит определенное расстояние между друг другом а боковых столкновений не может быть потому что все транспортные пути находятся на разных уровнях дамы и господа уникальная технология фотомонтаж рига просто чтобы посмотрели как это классно выглядит я сейчас уже в девятнадцатом году я катался на трассе легкой 400 точнее на провисающей трассе 400 метров между опорами то есть сейчас уже с учетом этих технологий мы могли бы поставить на одной стороне дауга в одну опору промежуточную либо анкерную на другой стороне другую и спокойно перемещаться слышал уже где-то в этом поле о том что было бы здорово сделать из старого города из центра риги к аэропорту трассу которая быстро бы доставляла и туристов и собственных жителей но фотографию эту точнее фотомонтаж этот я привел по другому для другой причины посмотрите на ванте которые есть рядом на мосту это те же струны у нас струны повсюду у нас шторы на струнах мосты на струнах гитара на струнах если струны использовать определенным образом они могут давать очень большую пользу или даже магию как например гитара либо виолончель струны знакомы нам повсюду мы пользуемся ими но не думали что струны могут быть транспортом представьте струны всего лишь необходимо между анкерными опорами натянуть и опустить натяжение на земную кору земной коре ничего а у нас крепкий ровный стройный путь для передвижения легкого экологического транспорта при том что весь первый уровень вся флора и фауна может оставаться такой же мы не тратим ни время ни средства для того чтобы это изменять тем более что это все принесет вред а так мы просто вынесли на определенный уровень высоту на определенную высоту транспортный путь и все и мы спокойно передвигаемся при том что это еще гораздо быстрее и по ресурсам экономичнее в строительстве представьте как много пользы совместно и это не просто так анатолий эдуардович и низкий шел к этому как сделать так чтобы было лучше и быстрее так выглядит сама сам рейс внутри пучки струн как пучки струн соединенные вместе предварительно натянуты все находится в корпусе рельса и заполнена специальным наполнительным специальным бетоном который фиксирует струны который упрочняет стенки консервирует не дает никаким ржавчинам развиться и поглощает шум потому что всего около 75 децибел сможет производить шум транспортное средство когда двигается это очень мало это как разговор такой достаточно громкий то есть окружающей среде мы не принесем никакого вреда конечно же трассы разные под каждое назначение под каждую пропускную способность под грузовые под пассажироперевозки но конечно же можно их комбинировать и по трассе например берельсовой который вы видите по центру может двигаться и грузовые отдельные транспортные средства и подвесные и навесные и составные пассажирские составные грузовые то есть под каждое направление есть свои трассы и свои транспорты здесь указано 3 их уже больше семи под разный вес под разную пропускную способность и они все делаются в разном исполнении и сертифицируются главная задача которую необходимо сделать просертифицировать технологию на этих видах трасс я уже катался уже видел это собственными руками трогал собственными руками и скажу вам дамы и господа мы на пороге действительно эволюции не только транспортной эволюции эволюции всего человечества потому что вместе с транспортом изменится все наша жизнь наша доставка всего строение наших городов и так далее транспорт уже едет уже в железе часть его уже сертифицирована трассы часть уже сертифицирована более 7000 человек в эко-технопарке уже прокатились на том транспорте, который помогают создавать, который поддерживают. И создал все это гениальный ученый Анатолий Эдуардович Ленинский. По моему мнению, Леонардо да Винчи нашего времени. Потому что он создал более 20 монографий, более 200 изобретений, несколько грантов ООН. И целая его задача – это эко-мир, создание экологических технологий, в которых человек может с техногенной сферой, в благополучии, изобилии и экологии развиваться на поверхности Земли. И не только. Но на поверхности Земли должны остаться только экологические технологии. Это уже наш рай, который человечество за долгое время серьезно загадило. По-другому не скажешь. Просто вдумайтесь, дамы и господа. До появления человека на планете не существовало мусора. Все само собой перерабатывалось. Жизнь шла за жизнь. Из одной жизни появлялась другая жизнь. А сейчас человек создал такое количество проблем, которые необходимо решить. И он их решает. Но настолько глобально, как данный человек, как данный ученый, мне кажется, не видит никто. Потому что он единственный предлагает сейчас… Я и говорю не только про тот проект и ту технологию, которую вы слышите сегодня. Он предлагает серию технологий, которые после завершения 15 этапа мы продолжим реализовывать. Потому что транспорт – это самая маленькая земная технология, самая понятная и самая актуальная, самая срочная для воплощения, для того, чтобы двигаться дальше. Этот гениальный ученый попал в энциклопедию 100 выдающихся лидеров России, люди нашего тысячелетия. Именно потому, что всю жизнь свою уделил науке, уделил экологии. Поэтому получил премию мира в Братиславе в 2018 году в Словакии за весь эко-мир. Не только за струнный транспорт Юницкого, за все его технологии. Потому что он понимал и создавал эти технологии от понимания того, какие проблемы есть у человечества и с какими проблемами, с учетом развития человека и его технологии, с какими проблемами мы столкнемся. Поэтому эти четыре проблемы он понимал конкретно и шел от них, чтобы в будущем у нас их не было. Как много государств, либо корпораций на сотни лет вперед продумывают развитие своих технологий и влияния на планету. А это именно тот человек с большой буквы, который меняет мир уже сейчас. Множество стран обошел данный человек для того, чтобы получить поддержку в этом коррумпированном мире. Транспортные технологии самые дорогостоящие, самые коррумпированные. Это самый прибыльный бизнес. Понятно, что его не очень хотят отдавать. Тем более, когда эра нефтепереработки. Я думаю, дамы и господа, вы знакомы с тем, что множество сейчас возобновляемых видов энергии появляется. Технологии, которые в последние 200 лет прижимались. Ученые исчезали. Слава Богу, Анатолий Эдуардович жив и здоров и, пройдя такой путь, успешно реализует свои технологии. У нас есть возможность объединения, создавать новый мир. И в данный момент нас уже 500 тысяч человек приблизительно. Полмиллиона человек, единомышленников, развивающихся, изучающих, знающих, что происходит с миром и влияющих положительно на него. Это фантастическое движение. И представьте, это только один проект. Представьте, как много сообществ в мире проснулось и объединяется для того, чтобы самостоятельно, собственными руками влиять на свой дом. Я говорю не про дом по какому-то адресу в городе, я говорю про дом в Солнечной системе, наша планета Земля. Новый транспорт – это закрывающая технология, как и большинство технологий Юницкого. Закрывающие технологии, дамы и господа, это те технологии, которые освобождают жизнь человека, которые освобождают его время. То есть это та технология, которая выполняет какую-то трудоемкую, либо возможную в повторении задачу, а человеку ее больше не нужно делать. С помощью подобных технологий люди могут стать свободны на Земле и заниматься только био. То есть выращиванием чистых продуктов, хотя и это сейчас делают частично роботы. Заниматься творчеством, заниматься развитием души, помощью друг другу, взращиванию друг друга. Это дает закрывающие технологии. Как я заметил в нашем мире, в 20-21 веке, закрывающие технологии тормозились. Тормозились специально для того, чтобы у человека не было времени думать, помогать друг другу, изучать и расти. К сожалению, так происходит. И сейчас мы имеем возможность изменить это. Потому что данная технология действительно закрывающая. В ней нету водителя. Потому что все транспортные средства, вся система, как рой, единый, общается между собой с помощью искусственного интеллекта, с помощью алгоритмов, заложенных, решает, как быть в той или иной ситуации. Каждое транспортное средство связано с другим, с путем, с каждой промежуточной и анкерной опорой. Если что-то где-то происходит, вся система разумно и безопасно реагирует на происходящее. Представьте, какая прекрасная технология. Представьте, что теперь нам придется ехать на работу либо по своим делам, и не надо будет смотреть на дорогу и держать баранку руля. Потому что нет необходимости. Транспорт едет сам. Транспорт нас сам доставит. А наше время полностью свободно. Для наших дел, для нашего чтения, для наших размышлений, для общения с другими людьми. И это все мы сможем делать даже в транспорте, в эффективном, очень быстром и безопасном. Поэтому это уникальные компьютеры, уникальные полуандроиды, которые сделают нашу жизнь очень эффективной, которые уже почти реализованы. А главное, почти сертифицированы, что это нужно понимать. Главная задача, как строить это по всему миру, просертифицировать. Если вы посмотрите, то вы увидите, что абсолютно все части, абсолютно все направления эксплуатации данного струнного транспорта с лучшими показателями, чем у других видов. Потому что на это и был расчет. Как только большинство людей поймет и увидит это, узнают у себя, Skyway начнет становиться транспортом всего мира. Как когда-то к нам пришли плиточки, и у нас вряд ли появляется сейчас желание, а не купить ли мне проводной телефон, чтобы я был привязан к своему коридору. И долго набирать путь, чтобы нельзя было записывать контакты. Нет. Кто-то понял, что это будет эффективно, и этим начали заниматься. Кто-то понял, что интернет очень сильно нужен, либо компьютеры. И неважно, что остальные не понимали. Это все равно пришло и развивалось. А теперь у нас у каждого дома компьютеры. У каждого в кармане целый компьютер, с которым можно, находясь где угодно на планете, зарабатывать огромные деньги. Просто от маленькой плиточки. Вот настолько сейчас развиваются наши технологии. Умопомрачительно. Мы передвигаем деньги за секунды, с любого места в любое место. Звоним в реальном времени. Можем сделать видеосвязь с другим уголком планеты. Единственное, что мы делаем долго, это перемещаем грузы и пассажиры. Есть другие виды сейчас, что можно придумать, но они не настолько эффективны. Зачем нам заведомо выбирать новую технологию, которая неэффективна? Надо выбирать самую эффективную. А здесь мы видим, безопасность только у нас выше всего. И это понятно почему, потому что все предусмотрено. Строить можно где угодно, только нашу технологию. Потому что для всех остальных необходимо, как я говорил, вот этот ровный пласт, где мы всю флору и фауну сравниваем с землей. Скорость передвижения в фар-вакууме. Одна из технологий Анатолия Эдуардовича. До 1250 км в час. Представьте. И это то, что в ближайшее время уже очень хотят в Арабских Эмиратах. Но пока мы двигаем этот проект, и 14-й, 15-й этап, главное наше завершение, это 500 км в час. Транспорт уже есть. Транспорт уже готовится. Ну и по цене. По цене сразу все понятно. Что, сколько стоит, кто для народа делает, кто бизнес и коммерцию делает. Но нас все равно должна интересовать не совсем цена, а сколько эффективность. Но тут мы тоже побеждаем. Потому что эффективность наивысшая. Еще и при самой низкой цене. Кто-то подумает, как это возможно. Разумом, логикой и десятилетиями разработок гениального ученого. И в данный момент мы имеем более 10 транспортных средств. Менее чем за 5 лет. 10 транспортных средств, которые... Более 10. Которые и пассажироперевозками занимаются, и грузоперевозками. То есть в 2016 году, когда я узнал об этом проекте, еще не было в железе ничего. Вот это все было только в картинках, чертежах. Но сразу же после я увидел первый юнибайк. А в данный момент я трогал собственными руками, обнимал и в некоторых даже катался. Все, что вы видите на экране. Все эти транспорты существуют, катают, сертифицируются. И некоторые уже просертифицированы. И с каждым годом будут становиться все лучше и лучше. Эффективнее и эффективнее. Необходимо просто пронаблюдать. Кто-то может сказать, вот 5 лет или 6, 2014 года вы развиваетесь. Как же это долго? С одной стороны, я вас понимаю, потому что 5 лет. Это действительно много. С другой стороны, покажу вам одно видео, и вы поймете, что это настолько быстро. То, что сделала сейчас компания и то, что я вам показал. Прошу. Ни для кого не секрет, что машинокомплекта – это кузов, двигатель, трансмиссия, отделка и так далее – стоит на уровне производства порядка 10-15% от цены автомобиля. Чтобы его собрать, покрасить и обкатать, нужно еще 5-10%. То есть действительно, производство машины занимает всего лишь 20% от ее общей цены. Стоимость научных исследований и разработок тоже примерно 20%. Например, разработка абсолютно новой легковой модели от эскиза до серийного автомобиля стоит сегодня миллиард долларов. Если это внедорожник – 2 миллиарда. Действительно, это огромные деньги и титанический труд множества специалистов. Потом начинаются инженерные проекты и предсерийные образцы, продувка в аэродинамической трубе, скоростные испытания и так далее. Ведь уровень конкуренции в автомобильной индустрии чрезвычайно высок. И если вы отстали технологически, вы потеряли свой рынок. Если кузов и салон не привлекательны, то такой автомобиль не будут покупать. Как известно, красота – страшная сила. Поэтому существует целая индустрия, на которую тратятся миллиарды долларов. И названия таких признанных во всем мире дизайнерских ателье, как Pininfarina, Zegato, Italdesign, Bertone, сладкой музыкой звучат не только для ушей автолюбителя, но и любого образованного современного человека. Транспорт будущего представляет для разработчиков дополнительные возможности в области дизайна, а также ставит перед ними новые нестандартные задачи. Сегодня подобное происходит в области создания пассажирских дронов, систем персонального автоматического транспорта, поездов, перемещающихся в вакуумной трубе и струнного транспорта SkyWay, в котором изменение подхода к организации пространства – определяющий момент. Разумеется, что основные критерии в дизайне SkyWay – те же, что и у создателей традиционных транспортных средств. Удобство его эксплуатации, обслуживания, а также эстетика. Он должен сообщать потребителю о философии миссий, сопровождающих технологию, таких как, например, содействие в обеспечении устойчивого развития, что означает сведение к минимуму затрат энергии и объема производимых транспортом загрязнений. Помимо этого, важно подчеркнуть дружелюбие и максимальную безопасность предлагаемой транспортной услуги. Этими требованиями продиктована форма образования и графическая составляющая при разработке подвижного состава. Избранный вектор – максимальное приближение форум к естественно-природным. Машины Skyway в очертаниях стремятся даже превзойти считающуюся совершенную форму капли. Создавая дизайн от идеи эскиза до действующей модели, разработчики проходят путь поиска проработки на всех стадиях создания объекта. Затем отсекается все лишнее, сглаживаются шероховатости, достигается отточенность. Благодаря этому машина становится близка к эстетическому и физическому совершенству, что подтверждается высокими аэродинамическими показателями. В 16 раз лучше, чем у одного из самых дорогих автомобилей мира – Бугатти Вейрон. Далее для максимально быстрого создания и вывода продукта на рынок специалисты используют средства ранней валидации путем создания макетов, чтобы исключить потери ресурсов при последующей доработке. А материалы отделки тщательно отбираются для обеспечения безопасности пассажиров и достижения максимальной привлекательности транспортной услуги. Амбиции разработчиков состоят в том, чтобы сделать струнный транспорт SkyWay наиболее эффективным и экологически безвредным из всех когда-либо существовавших. Подобная цель задает высокие требования и в области дизайна, так как по меткому выражению авиаконструктора Туполева хорошо летают только красивые самолеты. Ну, как вы понимаете, дамы и господа, наши самолеты, юни-леты будут летать прекрасно, потому что они очень красивые. Когда находишься в экотехнопарке и видишь, как мимо тебя пролетает транспорт, это прекрасное ощущение, потому что они действительно настолько мягкие, изящные, близкие к форме, к капле, то есть природные линии. Но внутри-то ты знаешь еще, что это экологически чисто и безопасно для всех. Потрясающее ощущение. И всю ту красоту, которую вы сейчас видели, уже делают огромный штат людей. Более тысячи сотрудников, находящихся в разных городах, в разных местах, высококлассных специалистов, постоянно повышающих свою квалификацию, работающих на передовых компьютерах, то есть новейшее железо, новейшие, сильнейшие мощности. Так же, как и софт-программы, программное обеспечение, например, 3D Experience от Dasal Auto. Это фантастические программы, там, где множество людей могут работать над одним проектом, видоизменять его, у всех обновляется информация и могут проследить от самого старта каждую детальку, из чего собралось, и весь продукт, как он себя прожил. Это этот анализ, эта аналитика, и эти программы дадут способ делать наивысшего качества производства. А теперь о производстве. Так, секунду. У нас новый офис девятиэтажный, более 10 тысяч квадратных метров. И у нас уже более 80 конструкторских бюро. Вот на это количество человек. То есть развитие за последних пять лет феноменальное, дамы и господа. При том, что мы развиваемся не от государства, не от корпорации, у которых уже есть деньги на развитие, а развиваемся с помощью народа. Точнее, народ развивает подобную народную технологию. И мы уже развились до собственного производства. Три завода, целых три завода, оснащенные по последнему слову техники, на котором можно строить чуть ли не космическую промышленность. Но мы строим самый актуальный наземный транспорт. Бывший завод «Еомобили», на котором строятся путевые структуры, разные виды трасс. И еще два завода. Один, на котором делаются подвижные составы, их сборка, сварка и так далее. И сейчас доделан новый цех, абсолютно новый, такой красивый, в котором стоят уже некоторые новые станки. То есть она такая, как лаборатория завершения. И это уже даже немалосерийное производство. А с учетом того, что происходит в Арабских Эмиратах, уверен, что сейчас подготовка идет уже на расширение, на будущие заказы, потому что их нужно будет делать быстро. Потому что Арабские Эмираты с удовольствием застроят свою страну наилучшим видом транспорта на Земле. Тем более, что это еще и меньше будет по ресурсам и по средствам стоить, чем другими видами транспорта. Так что, дамы и господа, в данный момент вы видите технологию, которая практически полностью реализована, практически полностью сертифицирована. Имеет свое производство, имеет людей, которые смогут сделать проект, создать его, реализовать. То есть после окончания 14-го из 15-ти этапов, 14-го и 15-го этапа, компания выходит на самофинансирование и двигается уже спокойно дальше. Но для этого нужно завершить сертификацию. И начали мы сертификацию... То есть для этого нужно построить, нужен полигон, как, например, здесь в Белоруссии мы получили, бывший танковый полигон, на котором построить все виды трасс, необходимые виды транспорта поставить, испытать, продемонстрировать и просертифицировать весь этот процесс. Так вот, в 2016 году было так. В 2019-м мы приехали и ездило все, двигалось все. То есть это технологический центр будущего, такое ощущение. Ты попадаешь, как в фильм, в фантастику. Потому что рядом с тобой транспорт над головой пролетает абсолютно тихо вместе с пассажирами. Фантастическое ощущение от того, что ты понимаешь те люди, которые вокруг тебя сейчас находятся, которых ты не знаешь, как и ты, твои единомышленники. Потому что здесь сейчас все работает и строится из-за вас, из-за ваших знаний, из-за того, что вы уделили свое внимание и время, поинтересовались, развились в этом направлении и даже поучаствовали. В 2020 году это выглядит вообще фантастически. Потому что добавляются новые здания, новые лаборатории. Например, там, где прокручивается колесо, накатывает миллионы километров, чтобы посмотреть циклику его. Также эко-дома строятся в эко-технопарке. Все цветет, все пахнет и все работает. Это сделано, дамы и господа, вашими и нашими руками. 2021 год. В этом, точнее, в 2020 году у нас не получилось посетить из-за карантина. Но вы можете посмотреть эту встречу. Это после моей презентации, это будет, наверное, одна из самых важных информаций, что сейчас происходит с проектом, что происходит в разных странах, что происходит с производством, с развитием, какие проблемы есть, какие улучшения. Но точно вам могу сказать, мы движемся в фантастическом направлении. И не в зависимости от проблем, которые есть сейчас на планете, такие как пандемия и карантины, наша компания продолжает работать. Продолжает работать и делает это очень успешно. Пожалуйста, дамы и господа, Экофест 2020. Наберите, пожалуйста, в Ютубе, и вы сможете вот первых четыре видео, которые вы видите, название, это, так скажем, более короткие вырезки. И последнее – это целиковое видео, где и в самом начале, и в самом конце есть еще от SkyWorld Community несколько частей, где много команд с разных стран мира, которые помогают продвигать данную технологию, встречаются вместе в онлайн для того, чтобы передать привет и с наилучшими пожеланиями, с любовью увидеть и показать себя всему остальному свету нашим единомышленникам. Конечно же, когда будет возможность приехать в Белоруссию, в Экотехнопарк, не упустите ее. Вы почувствуете, насколько будущее уже настоящее. Я был там уже три раза, очень много катался на разных… ну, как очень много, в смысле, несколько раз катался на транспортах, все облазил, все обсмотрел, все обтрогал, все действительно работает, все железо, все не голограмма, все двигается и все эффективно выполняет свою функцию. Поэтому 14-й и 15-й этап мы очень скоро закончим и начнем строить миллионы километров дорог по всей планете. Туда, куда сейчас даже нельзя добраться, можно будет с легкостью добраться и спокойно жить, потому что с помощью данных технологий можно проводить сразу три инфраструктуры. Транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, то есть электричество вдоль путей и информационная инфраструктура, интернет. При том, что данную транспортную отрасль можно строить в любой температуре, в любой местности, в любых ландшафтах, мы сможем без урбанизации разумно заселить нашу планету и чувствовать каждому себя спокойно, свободно, что всем всего хватает. И никто нигде не переплачивает и не торопится. Этот транспорт, эти трассы. Представьте в своем городе, что нету дорог в будущем, а есть подобный вид транспорта. Например, самые центры. Фантастика, которая действительно реальность. Так много создано за последние годы. И вы убедились, что некоторые, вон, легковая машина может занимать миллиард и годы. Пикап до двух миллиардов. Мы за меньшее время и меньшие средства построили в десяток раз больше транспорта, плюс дорогу под него, плюс все сообщения, это еще станции, плюс еще проходим и сертификации, и то, и это, и пятое, и десятое. И все за такое короткое количество времени. Надеюсь, теперь вы осознали, как много работы производится. И продолжим дальше. Это успехи в Белоруссии. Там все прекрасно. Там уже семь трасс под разные виды, и грузовые, и пассажирские, которые сертифицируются, прекрасно себя показывают, модернизируются. В конце презентации я поставлю вам видео насчет, что сделано за последнее время, какие модернизации произведены, очень важные в экотехнопарке в Белоруссии. Но у нас есть и второе направление – Арабский мир. Объединенные Арабские Эмираты. И это перед вашими глазами земля, которую выделили специально для нашей технологии. И это фасад, старт огромного комплекса. S.R.I.T. Park. Это как силиконовая долина в Калифорнии, только в Арабских Эмиратах. Место, где множество инновационных корпораций, ученых создают самые передовые технологии, самые передовые продукты и услуги. И распространяют их дальше по всему миру. Так вот, где вы видите Skyway, голубоватый цвет, там уже были спроектированы высотки, другие здания и так далее. Но Эмир Шаржи, являясь ученым, защитивший несколько докторских диссертаций, понимает Анатолия Эдуардовича, понимает, что в руках сейчас находится, какая технология. И поэтому они приняли решение поместить на этот фасад именно нашу технологию, убрав то, что там уже было разработано. То есть изменили. И около полгода понадобилось, чтобы огромный проект создать и начать его строить. Кстати говоря, напротив, то, что вы видите через дорогу, это американский университет Шаржи, где учатся 50 тысяч студентов, где будет кафедра Skyway, которая с легкостью, люди будут из университета перемещаться на струнном транспорте в Skyway Innovation Center и осуществлять там обучение и улучшение наших технологий для реализации во всем мире. Вот так это должно выглядеть было. Когда я первый раз увидел, я подумал, ага, через 20 лет построят. Да, но все оказалось иначе. Я зря поддался таким скептическим мыслям, потому что строительство и развитие в Арабских Эмиратах идет достаточно быстро. Да, другой менталитет, другие законы, но эти люди действительно умеют работать эффективно. И в мае 2019-го я и еще 100 человек с 18 стран мира приехали в Дубай для того, чтобы пройти финальную часть, так скажем, обучающего тренинга для помощи, продвижения данной технологии по всему миру и работы сообща между странами, городами и континентами. Конечно же, и оздоровление было. Ваш покорный слуга преподавал там дыхательные практики и, так скажем, работу с телом для того, чтобы каждое утро заряжать людей на хорошую работу, чтобы работало тело, работал мозг. И мы максимально совершенствовали себя для того, чтобы максимально совершенствовать мир. И это была феноменальная поездка, потому что один из дней была поездка в Skyway Innovation Center. И мы увидели весь этот центр, эту землю, потрогали ее горячую собственными руками, мы увидели, как там идет строительство, что действительно все двигается. Увидели первые промежуточные опоры, по которым сейчас уже ездит транспорт. Это фантастически. Ну и, конечно же, встретили Анатолия Эдуардовича, который рассказал нам там на месте, как происходят успехи в Арабских Эмиратах. А успехи проходят прекрасно. На государственном официальном уровне назначены уже, обговариваются несколько проектов. Один из них, который завели, и, так скажем, уже констатировали, что он будет, это Дубай Марина. Бизнес-центр Дубая. 15 километров. 21 станция. Прямо внутри города. Skypods. Наши струнные системы. Потому что являются одним из лучших. И этот город действительно может себе такое позволить. Потому что передовые технологии. И не важно, сколько это стоит. Но, опять же, возвращаюсь. Это стоит ниже всех остальных транспортных отраслей. И имея самую большую эффективность. Я уверен, что Арабские Эмираты очень быстро примут наши трассы и будут застраивать их как можно больше. Потому что количество работников и количество производства сейчас ограничено. Тот, кто будет понимать толк, будет стараться как можно быстрее первыми в своих городах и странах построить данные виды транспорта. Потому что просто представьте, с какой скоростью будут расти экономики двух стран, где привычный обычный транспорт и новый суперэффективный транспорт. Но это не все. Есть еще проекты. Они уже рассматривают уже более трех. И мы представили все достижения по первому этапу Эмиру Шаржи, что транспорт ездит. Главная задача была, из Арабских Эмиратов было такое послание. Нам не важно, чтобы вы закончили 15 этап. У нас невероятное количество песка, огромное количество солей в воздухе, которые разъедают металлические конструкции. И огромная температура. Если ваша технология может быть эффективна в нашей среде, в тропиках, то мы будем работать дальше. И у нас все получилось. Юницкий создал тропический Юникар в ВИП-исполнении. Фантастика. Люкс. Который может спокойно передвигаться и работать эффективно в тропическом исполнении. С дублированной системой кондиционирования и безопасности. Все по высшему разряду. И это перед вами реальные фото. Уже это было представлено и не только эмиру, но и чиновникам данного Эмирата. Очень много уже делегаций приезжает туда, потому что не только Объединенные Арабские Эмираты и специалисты оттуда наблюдают за сертификацией в тропическом исполнении. И это лишь первая трасса, а их там четыре. И следующие уже пошли строиться. Вот так это выглядит прекрасно. Дизайн в Арабских Эмиратах будет вышка. Еще одна из трасс. Сейчас там строятся две трассы длиной 2,5 километра для сертификации грузового транспорта и пассажирского транспорта в большом исполнении. То есть пассажирский по 25 мест в, так скажем, транспортном средстве и составлянные поезда до 200-250 пассажиров и грузовые трассы с транспортными средствами до 50 тонн, где 15 тонн само транспортное средство и 35 тонн контейнеры грузоперевозки любого типа. Дамы и господа, мы просто берем самую дорогостоящую отрасль или бизнес грузоперевозок и спокойно адаптируем ее в свои технологии. И нас будут просить еще, давайте стройте еще, стройте быстрее, потому что это максимально эффективно. А вся прибыль пойдет внутрь компании и всем ее совладельцам на улучшение этого мира. Дамы и господа, строительство идет просто фантастически. Мы видим очень много на официальных ресурсах и источниках, на радио, в официальных газетах, видеорепортажи о том, как в Арабских Эмиратах на официальном уровне люди представляют наши струнные транспортные системы. Нас представили даже в 2019 году в феврале на Всемирном правительственном саммите, где было представители около 140 стран и нас представляли как инновацию электротранспорта. А это одно из последних потещений. Наш коллега Олег Зарецкий представляет эко-дом для делегации. Делегация, если я не ошибаюсь, была из Азии, из Персидского залива, из Европы, ну и Африка, Объединенные Арабские Эмираты. То есть достаточно большая. Вот так вот она выглядела. Посмотрели, все, все увидели, увидели и опоры, и станции, и сам транспорт, и его движение. Так что, что бы ни происходило на планете, мы продвигаемся, мы движемся, мы развиваемся, и мы завоевываем умы людей, потому что струнный транспорт Юницкого это самая главная инновация в транспорте сейчас. Он надземный, что освобождает полностью всю землю для флоры, фауны человека и дает нереальную безопасность. Скорость 500 км в час сейчас внутри города 150 передвижения фармаками до 1200 км в час. Этому нужно дать только создаться буквально в ближайшее время. И с каждым новым человеком, с каждой новой секунды, когда люди на планете уделяют подобным проектам время, мы очень все быстрее и быстрее начинаем развиваться. Безопасность действительно феноменальна. Более чем в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт. Экономичность фантастическая. Эксплуатационные рассады. Вспомните графики. Капитальные затраты на все гораздо ниже, чем у других транспортных отраслей. Легко интегрируемые куда угодно. В любое место это сваи. Минимальный землеотвод. В болоте, на шельфе моря, в горах мы можем строить данную транспортную структуру где угодно и спокойно ими пользоваться. Причем без капитального ремонта до 100 лет, как заявляет наш Анатолий Эдуард еще низкий. И одна из самых главных вещей, которые сейчас, почему я говорил о точке невозврата, мы можем уничтожить техногенной сферой баланс и нас планета сотрет, снесет как вирус, как собака вычесывает блошек, который мешает ей жить. Так планета может изменить свою биосферу для того, что нам не будет эта сфера пригодна для жизни. И сейчас с помощью данной технологии и будущей технологии эко-мира Анатолия Эдуардовича Юницкого мы сможем построить экологически чистый мир с экологическими чистыми технологиями. 14-й и 50-й этап на данный момент. Весь проект, то есть, чтобы строить это по всему миру, нужно все просертифицировать. Чтобы все просертифицировать, нужно вот выполнить какое-то количество задач, построить, сделать. Все это разделено на 15 этапов и на каждый этап необходима какая-то сумма, чтобы это реализовать в физике, в железе. Так вот, в данный момент мы настолько на реализовались, что находимся на 14-м из 15-ти этапов развития. И главной задачей сейчас происходит работа в Арабских Эмиратах, потому что там уже конкретно направление говорит, дайте нам трассы, вчера уже мы готовы их купить, строить, работать. Вторая часть, это скоростной транспорт 500 км в час, который сделает передвижение между городами феноменально быстрым и просто расширит. Представьте, вы можете жить в Риге, а работать в соседней стране или в соседней столице, а не у себя в городе, а добираться за 20-30 минут. Фантастика. Нет, дамы и господа, это реальность. И у каждого человека, по моему мнению, должна быть возможность хотя бы один раз услышать об этом проекте, хотя бы один раз увидеть подобную презентацию, оценить у себя в голове, у себя внутри, насколько это важно, хочу ли я быть частью этого, важно ли это для того, чтобы я уделил свое время и внимание для этого. Дамы и господа, когда я изучаю этот проект июнецкого весь его эко-мир уже 4 года. И я с полной уверенностью заявляю, что это один из самых важных аспектов жизни, который я встретил за свои 30 лет. Потому что это больше, чем я, это больше, чем моя семья, это больше, чем мой город и моя страна. Это наш дом и наша семья 12 миллионов видов живых существ. Но у человека есть возможность всеми благами пользоваться и своим силой и временем изменять то, что происходит. От каждого из нас зависит, мы живем в раю или в аду. Потому что наша планета прекрасно подходит под рай. С ней нужно просто научиться в гармонии работать.